Необычно, чтобы с кувалдой выходить за кафедры, да? У нас вообще этот год 2016 очень необычный, я ее оставлю для примера. У нас многое, чтобы поменялось, но больше всего я хотел бы, чтобы поменялись наши сердца и наши отношения друг к другу. И больше всего отношения к самому себе. Что мы представляем? Это 15-я конференция, можно сказать, как бы годовщина, что 15 лет мы делаем какие-то конференции, собираемся. И большей частью они были направлены на то, чтобы привести людей к покаянию, чтобы люди получили Духа Святого, обновились. Но, наверное, настало время, когда мы должны взяться за плуг и помочь нашим братьям в труде, в устроении церкви. Уже было сказано о том, что Господь пострадал за нас, Господь пролил за нас кровь. Господь умер за нас. И я хочу спросить тебя, что ты сделал сегодня для Христа? Лично ты, что ты сделал? Я благодарен Богу. Я уже здесь, в Соединенных Штатах, именно в Портленде, нахожусь около 12 лет. В сентябре месяце будет уже 13 лет. И по первости, когда я пришел в церковь, я не видел себя в труде до тех пор, пока однажды меня не пригласили, чтобы трудиться в церкви. Я начинал с детского служения. Это было подростковое служение, и я не очень-то сильно хотел. И здесь сидят те подростки, с которыми я занимался. Я благодарен Господу за то, что Бог избрал некоторых из них, и они начали трудиться в церкви. За что слава Богу. И я благодарен Богу за то, что Господь благословил такими служителями. Я знаю, что сегодня они находятся здесь не просто так. Они готовы ради вас пожертвовать чем-то. Они могли бы уехать сегодня на океан, или могли бы где-то побыть наедине со своей семьей. Но они согласились эти два дня быть вместе с вами. Молиться вместе с вами. Говорить вам слово. Делиться тем, что они имеют на своем сердце. Мы не зря назвали нашу конференцию Абстрим. Мы пойдем против течения. Против течения. Если вы заметили, посреди Орегона и Ванкувера, Вашингтона, течет одна река, Коламбия. И по ней очень часто плывет Селман. Это живая рыба. Она все время стремится течь против течения. Плыть. Но течет по течению что? Только дохлая рыба. И христианство нигде не написано. Апостол Павел в своем послании везде в Священном Писании. И Христос говорил, возьми крест и иди за мной. Следуй за мною. То есть это все время толкает, чтобы христианство двигалось вперед. Сегодня против христианства получилось не только враг внешний, порою и внутренний. Поэтому сегодня и будет тема о папологетике, чтобы мы научились защищать свою веру, чтобы мы научились свидетельствовать о своей вере, чтобы мы не стеснялись, что мы являемся христианами. Я знаю, что эти служители готовы пожертвовать всем. Один случай, который остался в моем сердце. Я до сих пор его помню и думаю, что, может быть, это подвигло меня на то, чтобы больше трудиться. С одной стороны, он немного юмористический, но с другой стороны, я увидел жертвенность служителей. Я хотел у вас спросить. Сейчас один из пасторей заулыбается, он вспомнит это. Кто из вас с пастором прыгал через забор? Все посмотрели на служителей, да? Я прыгал. Был такой случай, когда в среду у нас происходил разбор слова, изучение Писания. В зале собрались люди, они говорили о Слове Божьем, а внизу проходило предмолодежное служение. И здесь есть молодежь, которая была на тот момент, за которыми мы бегали. И они начали потихоньку с молодежного служения. Кто-то заглядывает в дверь, моргнул, пальцем помахал. И они начинают потихоньку выходить из молитвного. Кто в туалет, кто воды попить, кто еще за чем-то, кто за другом, кто за жвачкой. И можно сказать, все пацаны ушли, все ребята ушли. Парни, прошу прощения. Все братья молодые ушли. И можно сказать, закрывать молодежное служение. Я вышел наверх, кто знает, в Портландии, именно когда заходишь в зал, посмотрел в сторону парка и увидел, что там происходит что-то необычное. Мне подошли некоторые сестры. Это я вам сейчас так расскажу, почему я узнал. И они говорят, вы знаете, где все братья? Я говорю, где? Они в парке. Я говорю, а что они там делают? Они боксом занимаются. Я позвал брата Давида, потому что я не знал, что в этой ситуации делать. Мне всего, можно сказать, месяц, как я только занимался. И это были уже парни в возрасте. Поэтому я ему сказал, брат Давид, нам нужно посмотреть, что там происходит. Он говорит, отлично. Пойдем через эту сторону. Там лесочек, я знаю, как это обойти. Когда мы пришли там в забор. И первым, что я сделал, я говорю, давай пойдем оттуда. Ну, как бы неприлично, мы, можно сказать, в таком приличном одеянии будем через забор прыгать. А говорит, ничего, мы прыгнем. И показал мне пример, как прыгать через забор. Ну, я в детстве знал, как прыгать через забор, но это был необычный случай. Мы начали пробираться, и это было, можно сказать, тактическое учение спецназа. Передвижение по пересеченной местности так, чтобы тебя не увидели. Знаете, на какое расстояние мы подошли? Пять метров. Они занимались боксом, и никто даже не заметил, как мы подкрались. Я шел сзади за братом Давидом. Я в армии, наверное, служил больше, чем он. Но я шел сзади и свиялся. Потому что было это необычно. Серьезно. Я знаю, что есть другие служители. И в 2014 году, когда молодежь начала служение молитвы, или они молились о пробуждении, Господь начал обильно благословлять эту молодежь. Господь крестил Духом Святым очень многих. И брат Икбан Свиденко один из тех, который до сих пор продолжает каждую среду молиться с этой молодежью. У нас есть другой брат, который, несмотря на его возраст и то, что он является самым старшим, наверное, из служителей, до сих пор учится. Это брат Александр Винокуров. Он до сих пор посещает колледж и помогает тем молодым людям, которые приходят в этот колледж. В нашей церкви есть брат Валентин. Большей частью он, наверное, трудился в Ванкуверской церкви. И можно сказать, что мало у меня было таких именно бесед, может быть. Но мы подружились, я не знаю, наверное, мы друзья на расстоянии. И обычно такие происходят моменты, когда видишь человека и понимаешь, что ты его знаешь давно. И что бы он сейчас ни говорил, это как будто было уже вчера. Он здесь трудился и поднимал эту церковь как мог. И сегодня мы находимся в этом помещении благодаря этим служителям. Мало того, в этом году было рукоположение еще других служителей для того, чтобы церковь поднималась. И семинар или то тема, о которой я хотел бы поделиться, это лидерство молодежи. Мы не просто призваны для того, чтобы отсиживать места или быть все время потребителями. Чтобы нам все время давали какие-то вещи, как тому ребенку очень маленькому, чтобы он начинал расти. Наверное, наступил тот момент, когда мы должны взять и понять о том, что лидерство – это не только дело служителей, но это и наше общее дело, и ваше дело. Потому что пройдет год или два или три, и вам придется занять место одного из нас. Вам придется рядом, бок о бок рядом с нами для того, чтобы поднимать церковь Христову. Это то, что хочет Господь. Лидерство молодежи. Братья, что тут нужно сделать? Все. Один из моментов, который написан в Священном Писании, книге Откровения Иоанна Богослова, написаны такие слова «Они будут вести брань». Это враги Иисуса Христа. «Они будут вести брань». Можно сделать так, чтобы на том тоже высвечивало? Чтобы мне постоянно голову не поворачивало. Они будут вести брань с Агнцем. «И Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с Ним, суть званые, избранные и верные». Это один из тех ключевых моментов, который определяет нашу сущность. Мало быть просто званым на пир, мало быть просто избранным. Нужно еще оказаться верным в служении, верным Иисусу Христу, верным в то, что Бог преподнес тебе. Чудным образом мы выключили все, да? Хорошо. Верность – одно из тех качеств, которые определяет вообще все служение. Обычно мы думаем о верности, как «кто-то должен быть верным ко мне». Но насколько я верен по отношению к своему ближнему, насколько я верен по отношению к тому служению, которое я несу? Это то, что есть в Священном Писании. И те люди, которые прожили жизнь, особенно описывается, когда в послании евреям в 11 главе, там говорится о том, что эти люди жили верою. Одно из высказываний, которое натолкнуло меня на очень глубокую мысль и вообще перевернуло мою жизнь, на английском оно звучит так, на русском звучит «Единственное, что необходимо злу для торжества, это бездействие праведника». Когда праведные люди находятся в бездействии, когда они находятся в том положении, что «моя хата с краю, меня это дело не касается». Что бы ни происходило, самое главное, что бы прошло мимо меня. В эту субботу я говорил и напомнил такой случай, который произошел недавно в одном из российских городов. Там один преступник убивал женщину в течение нескольких часов. Это происходило под камерами, это происходило в магазине. Люди это видели, но они остались равнодушными. Они проходили и думали, как бы это ни тронуло меня, как бы это ни случилось со мной, как бы мне пройти мимо, чтобы на меня не обратили внимания и чтобы он не перекинул свой взор на меня. Эти люди были равнодушными. Единственное, что необходимо злу для торжества, это бездействие праведников. Сегодня, в той стране, в которой мы живем, большей частью все, что происходит здесь, зависит от нас, христиан. Потому что, когда мы молчим, когда мы не берем лидерство, когда мы не можем ответить за свою веру, когда мы расслабляемся и растворяемся среди этого мира и живем точно так же, как и эти люди, мы не можем поднять свой голос и сказать, что-то, чтобы защищало имя Иисуса Христа, что-то, чтобы защищало церковь, что-то, чтобы защищало истину во Христе Иисусе. Это то состояние, которое обычно можно нарисовать или повесить в наших домах. Мы успокоились, расслабились. У нас есть телефоны, у нас есть интернет. Чем занять свободное время? Полистаю в Фейсбук. Выставлю на Инстаграме фотографию, как я пью чай. Феномен лидерства, или как неотъемлемая часть современной жизни, он сопровождает все человечество. Посмотрите на любую историю, на любое историческое событие, которое происходит в мире. И вы везде увидите, практически везде, что есть определенные люди, которые совершили что-то. Лидер, который оказывает огромное влияние на любые процессы, которые происходят в этом мире. Они не происходят просто случайно. Они не происходят, потому что так должно быть. Они происходят, что Бог кого-то побуждает на определенные действия. Лидер оказывает огромное влияние на любые процессы, протекающие в группе. Это и самоорганизация, и формирование групповых норм, и правил, ценностей, поведение. Вы обратите внимание, многие из вас учатся в колледже или в школах. И вы знаете, что кто-то есть лидер. Есть кто-то лидер? В школах это особенно заметно. Лидер, который находится в классе и который влияет на все состояние. У девочки, девочка решила поменять губную помаду. Она все время мазалась так, а теперь она так. И говорит, что если кто-то не будет делать точно так же, как я, вы уже какие-то отсталые от жизни. И люди, которые смотрят и видят, что это действительно лидер, они начинают повторять за ней. Стоит появиться в молодежи или в классе какой-то парень, который решил прическу сделать совсем иначе. Говорит, это настолько круто, это настолько современно. И вы уже отстали от жизни, что вы прилизываете все по-старому. Нужно двигаться вперед. И смотришь, такое чувство, как будто в одном автомате им делали прически. Одно и то же. И у людей нету своего «я». Человек не может сказать, что это мое мнение. Я не согласен с тем, что ты предлагаешь мне. Лидер от английского слова – это ведущий. Член группы, за которого она признает право принимать ответственные решения. В значимых для нее ситуациях. То есть наиболее авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации, в любой организации. И где бы вы ни посмотрели, все время есть лидер. Есть человек, который диктует правила. Тот человек, который является авторитетом. Тот человек, который задает темп. Будь то ли это какая-то группа людей, будь то ли это класс, будь то ли это в колледже какой-то урок. Все время есть лидер. Без лидера невозможно. Лидер – это самая авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации и совместной деятельности. И регулирующая взаимоотношения в группе. Я вырос на улице, можно так сказать. Не было церкви, и поэтому меня действительно воспитывала улица. У нас были ребята от 12 класса и до самого киндергардена, как говорят. И все, что происходило на улице, определяла группа старшеклассников. И они определяли, чей это мяч и кто сегодня в него играет. И если ему понравился один мальчик, значит это твой мяч. Если ему не понравился этот мальчик, то значит это не его мячик. И таким образом мы понимали, что и есть группа людей, которые контролируют или смотрят за тем, что происходит на этой улице. Своего рода это был воспитательный процесс. Все время есть какой-то человек, который ведет людей. Невозможно лидерство без человека. Невозможно сказать, что у нас нет лидера, я сам себе хозяин. Может быть и так. Но все определяет, в какую сторону ты идешь. Лидерство это процесс организации работы в группе, где лидером выступает человек, которому прислушиваются и доверяют. Первое. Лидером, я хотел бы сказать, что лидером может быть каждый. Человек может сказать, я не лидер. Я не знаю, как мне повезти людей. Я вообще не знаю, что с этим делать. Лидером может быть каждый. Лидер может быть разного уровня. Мы чуть дальше об этом будем говорить. Что из себя представляет лидерство. Лидером человек становится тогда, когда у него появляются последователи. И лидер может быть хорошим или плохим. Лидером может быть хорошим или плохим. Скажите, куда легче всего собрать людей? На изучение священного писания или в боулинг? Куда? В боулинг. В боулинг самое легко собрать людей. А почему? Там не нужно приносить каких-то усилий. Скажите, сколько стоит боулинг, чтобы зайти туда? Кто ходил? 17 долларов. Скажите, сколько стоит чашка кофе в Старбаксе? Дашброс. 5. 7 плюс 5. Итого 12 долларов. Это то, что стоит сегодня весь день. 27 долларов. Но скажите, для некоторых, как тяжело было расставаться с ними? Вы знаете, что мы не выслушивали только со служителями? Да как это так? За Слово Божье платить? Мы выгидываем сотнями на все свои удовольствия, которые только возможно. Знаете мне, что одни ответили? Ну это же, говорит, я для себя, для удовольствия, говорит. А это, говорит, я же не знаю, что там будет. Кто там будет? Что там будет? Что будет происходить? Что вы придумали? Зачем это надо? Настало то время, когда мы хотим вас снарядить. Для того, чтобы вы могли пойти против козни дьявольских. Для того, чтобы вы знали, как быть вооруженными. Для того, чтобы вы могли найти место в служении в церкви и понять, что лидером может быть каждый. Но от вас теперь зависит, каким вы будете лидером, хорошим или плохим. Куда вы поведете людей? В боулинг? В дачброс? Или соберете группу людей и скажете, а давайте мы поизучаем книгу Езекииля. О чем же там вообще говорится? Последнее, наверное, чуть сложнее, да? Окей. Следующее. Почему люди не могут или не хотят быть лидерами? Прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы спросить у вас. Как вы думаете, почему люди не хотят быть лидерами? Ответственность. Это самое важное. Это самое важное. Люди не хотят быть ответственными. Самое легко сказать. Пошлите в боулинг. И вся группа кричит. Отлично, пошли в боулинг. Каждый сам за себя заплатил. Каждый свои шары покидал. И никакой ответственности. Мне нравится в Священном Писании одна книга. Она говорит о человеке, действительно победителе и лидере. Человеке, который никогда не думал, что он будет лидером. Человеке, который, может быть, и не хотел. Но ситуации, в которые он попал или в которых он вырос, его заставили стать лидером. Это книга Ниемии. Она рассказывает о Ниемии, который жил в замечательном дворце. У которого была замечательная работа. Виночерпи при царе. Вы знаете, что такое виночерпи при царе? Вино разливать. Найдите мне лучшую работу. Тоже тяжелая. И этого человека толкнуло на то, чтобы из одного города, где он жил в нормальных условиях, перебраться в другой город, там, где его вообще не ждали, там, где сидели враги, прийти в разрушенный город и пытаться что-то слепить. Первое, собрать людей. Второе, построить стены. Третье, решать какие-то внутренние конфликты. И я вот, когда читаю и думаю, Ниемия, почему ты не сказал, как обычно говорят, а на что оно мне нужно? Зачем мне это? Другой человек, который нечто подобное сказал самому Богу. Кто из вас знает, о ком описывается в книге Исход? В самом начале. О ком? О Моисее. Сегодня его считают, что люди, которые верят в Иисуса Христа, что Иудей великим лидером народа Израильского. Тот, который вытащил евреев из египетского рабства и привел их к самому Ханаану. Но что до этого с ним было? Это человек, который однажды встретился с Богом. Книга Исход. Книга Исход, третья глава. Кто я? Это первый довод, когда люди говорят, что они не могут быть лидерами или они не хотят быть лидерами. Первый вопрос, который они задают. Так кто я такой? Я тут вообще маленькая букашка. Что вы на меня пытаетесь что-то взвалить? Я вообще тут ничего не делаю. Дайте мне просто пробыть в церкви. Или дайте мне просто пробыть в молодежной группе. Это ложная скромность. Этот человек пытается жить старыми порядками. Я тут вообще ни при чем, ребята. Я не знаю, как они попали в боулинг. Я просто сказал, ребята, пошлите в боулинг. И они просто пошли в боулинг. Я вообще тут так, просто предложил. Ложная скромность. Смотрите беседу Бога и Моисея. Книга Исход, третья глава, десятый и двенадцатый стих. Бог говорит, «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывезти из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог, «Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Я сейчас прошу, поднимите руки искренне. Кто из вас разговаривал с Богом лицом к лицу? Примерно столько же слов, сколько здесь написано. Моисей разговаривает с Богом. Бог ему обещает. Бог ему сам говорит. И этот человек говорит, «Кто я? Чего ты меня нашел? Я зачем тебе нужен?» Следующий довод. А кто ты? Здесь говорится о недостаточной близости с Богом. Когда люди находятся в церкви, читают Слово Божие, и они видят о том, что Бог пишет или говорит им через Священное Писание в их сердце. Сегодня утром я прочитал очень одну интересную цитату. «Если вы хотите услышать голос Бога, читайте Библию вслух». Если вы хотите услышать голос Бога, читайте Библию вслух. Самое первое – это авторитет Слова Божьего. Если мы верим, что это Слово Божье, оно от Бога, и Иисус к нам обращается через Новый Завет о том, что мы должны идти, следовать за Ним, взять крест, поднимать других для того, чтобы они служили в церкви, то здесь Моисей задает вопрос. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым, и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя?» Как ему имя? Что мне сказать им? Заметьте очень интересный момент. Он сейчас разговаривает с Богом. Он сейчас разговаривает с Богом, который начал беседу именно с того, что Он является Богом Авраама, Исаака, Якова, и Он услышал вопль народа израильского, и Он идет, но Ему нужен человек. Заметьте, Бог всегда использует людей. Бог всегда использует людей. Самый элементарный случай. Кто слышал историю за Корнилия, об его обращении? Слышали? Корнилий молится. Как обычно, встал, помолился. И является ему кто? Ангел. Я все время думаю, ангел, ты же уже здесь. Ну, объясни Корнилию весь путь спасения. Зачем нужно откуда-то звать Петра? Еще Петра переубеждать, показывать ему видение, что нужно пойти к Корнилию. Еще пока там Петр со своими братьями перебирал этот весь процесс, идти, не идти. Ну, уже видение есть, так что давайте пойдемте, посмотрим, что же там происходит. Но ангел, ты же здесь. Ты же знаешь, почему пострадал Христос. Ты же знаешь все Писание. Почему ты не можешь ему объяснить? Другой случай. Филипп благовествует в одном из городов. Проповедует. Евангелизация идет успешно. Все отлично. Люди каются. Является ангел. И что делает? Перетаскивает его совсем в другое место. Иди на ту дорогу, которая идет в газу, которая пустынна. Любой человек мог бы сказать, зачем мне туда идти? У меня тут нормально сейчас происходит. Люди каются. Проповедь идет. Бесов изгоняем. Одержимые освобождаются. Зачем идти на ту дорогу, которая пустынна? И мы видим то, что Бог всегда использует людей. И вам этого не избежать. вам придется однажды выбрать. Или вы будете служить Богу. И это не только заключается в принятии водного крещения. Это говорит о том, что вам нужно будет сделать что-то большее. Пожертвовать своим временем. Пожертвовать какими-то удобствами. Выйти из зоны комфорта, чтобы прийти в зону риска. Вам придется чем-то пожертвовать. Вам придется чем-то пожертвовать, если вы хотите служить Богу. И это однажды произойдет. Следующий довод, когда говорят люди, что они не хотят или не могут быть лидерами. А если они не послушают? Большей частью мы переживаем за людей. За тех людей, которые находятся, будь то ли внутри церкви, будь то ли где-то, где мы находимся. Мы боимся встать и заявить о своей вере. Почему? Самый первый вопрос, который у нас звучит. А что скажут люди? А что скажут люди? Что скажут мои соседи? Что скажут мои одноклассники? Что они скажут? В книге Исход, в 4 главе, 1 стихом, Моисей говорит, и отвечал Моисей и сказал, А если они не поверят мне и не послушают голоса Моего, и скажут, не явился тебе Господь, не являлся тебе Господь, что мне тогда делать? Один из царей израильских, Саул, произошел когда трагический случай, он отступил от Бога. Единственное его переживание было перед Самуилом, когда он сказал, почти хотя бы перед князями, почти меня хотя бы перед людьми. Это боязнь людей, которые находятся внутри человека. Любого человека. Это очень легко проверить. Знаете как? Я обращусь к братьям. Как часто вы проповедуете? Знаете, почему мы редко проповедуем? Потому что большей частью мы боимся выйти за эту кафедру. Та кафедра, которая пластмассовая, или может быть деревянная, мы боимся за нее выйти и страшимся. Один человек говорит, ну как я выйду к народу и буду его учить? А кто сказал, что ты должен учить? Ты должен говорить то, что написано в Слове Божьем. И сегодня будет вам говорить, особенно братьям, как нужно подготовиться к проповеди, как нужно говорить проповедь. Потому что основная или приоритет лидера это уметь говорить. Кто-нибудь видел из вас глухонемых президентов? Кто-нибудь видел глухонемого командира? У кого глухонемой супервайзер на работе? Нет. Основная человека это передать информацию. Передать мысль. Передать видение. И для этого у человека есть язык, который нужно использовать согласно Божьему Слову. Итак, книга Исход 4 глава 1 стих. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь. Я спросил у братьев, спрошу у сестер. Кто из вас без страха или без дрожи в ногах хоть раз вышел и спел псалом? Самая первая мысль приходит, как это выйти? А как рассказать стих? Мало того, рассказать стих, очень хорошо стих рассказывается, это вам просто на заметку, как маленький секретик такой, если вы его выучите. Еще сложнее, да? Поверьте, жизнь – это сложная штука. И большей частью, что мы будем здесь делать, мы будем делиться нашим опытом, чтобы вам помочь. Вам помочь возрастать во Христе Иисусе. Вам помочь стать лидерами. Вам помочь жить в церкви. Не просто быть членом церкви, а действительно жить в церкви. Жить церковью. И понимать, что я не свой. И то, что я совершаю, я совершаю для Иисуса Христа. Я живу просто церковью. Следующий довод, когда люди говорят о том, что они не хотят или не могут быть лидерами. Я не умею хорошо говорить. Я не умею хорошо говорить. Люди, которые считают себя недостаточно готовыми. Или, как уже было сказано самое первое, люди, которые боятся ответственности. Посмотрите. «И сказал Моисей Господу, «О Господи, человек я неречистый». И таков был вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Скажите, Бог спрашивал об этом его? Бог не спрашивал об этом его. Бог избирает человека для того, чтобы он совершил его дело. И каким он его выбирает, это уже Божье предназначение и Божье повеление. Есть один такой физик, который стал профессором. И стал профессором очень интересно. Мы уже слышали профессор Хопкинс. Человек, который большую часть своей жизни прожил в инвалидной коляске. Видели его когда-нибудь? За него сняли даже художественный фильм «Жизнь Хопкинска» вроде как-то так. Но интересно, этот человек стал профессором, не открыв ни одного закона. Все, что он говорил, это были его теории о том, что где-то в космосе есть черные дыры. Он написал за это книгу. Люди поаплодировали и сказали «Отличная книга! Классная идея!» Его вызвала Елизавета, настоящая королева Великобритании, дали ему звание сэра. Потом он еще одну книгу написал. Уже другое, что, оказывается, черные дыры не там находятся, не с правой стороны, а находятся с левой стороны. И они не вытянутые, а они круглые. И ему, наконец-таки, дали профессора. Как вы думаете, сколько стоит полет в космос? Многие люди сегодня занимаются тем, что, имея деньги и имея нормальное здоровье, хотят просто побывать в космосе. Я не помню, сколько, но мне кажется, несколько миллионов платят за то, чтобы пройти какие-то тренировки, и потом им разрешают или дают допуск. И несколько уже миллионеров побывали в космосе. Около 20 миллионов. Может, даже больше. Этого человека бесплатно свозили в космос. Чтобы он посмотрел на то, о чем он пишет книги. На то, о чем он получил профессорскую степень. Для него сделали компьютер, который подключен к его мозгу, и вместо него говорит его мозг. Вернее, вместо него говорит его компьютер. У него работает мозг. Этот человек добился всего, что произошло с ним, не умея говорить. Сегодня вы находитесь в лучшем состоянии. Бог дал вам прекрасный язык, прекрасный дар, который вы можете использовать для его славы. Когда вы можете свидетельствовать, когда вы можете говорить проповеди, когда вы можете петь, когда вы можете на улице встречному человеку рассказать об Иисусе Христе. Или другой вариант. Вы можете спрятаться и сказать, я тяжело говорю и косноязычен, и вообще меня это не касается. Ответ, который сказал Бог, очень интересен. Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебе, тебя, что тебе говорить? Я хочу вас спросить, очень интересный вопрос. Пожалуйста, ответьте. Господь исцелил Моисея от его косноязычности. Он ему дал другого человека, но Бог здесь оговорит, что кто дал уста? Почему для Бога вы? И все. И Моисей говорит на любых языках, на нормальном диалекте, нормальный язык. Бог специально оставляет, чтобы Бог прославился даже через такие уста. Следующий довод, самый последний. Когда у людей кончаются аргументы, они говорят, а что меня? Ты же можешь послать другого? Нежелание взять на себя ответственность. Люди, которые не хотят брать на себя ответственность. Мало того, это люди эгоисты. Как бы непечально это ни звучало, как бы грубо ни звучало, это люди эгоисты. Они думают только о себе. Английское есть слово, да, такое? Мои дети не любят иногда, когда я его произношу. Selfish, да? Когда ты думаешь только о себе, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня была мягкая подушка, чтобы меня не трогали, чтобы мои наушники не забирали, чтобы меня не тормошили, когда мыть посуду, дайте мне отдохнуть, когда мы думаем только о своем удобстве. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать? Если уж ты ко мне обратился, то до него уже точно ты сможешь достучаться. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, разве нет тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. У вас нету доводов сказать что-то против. Вы можете выбрать любой из этих доводов. Господь все время опровергнет это. Потому что Бог изначально избрал вас для того, чтобы вы были лидерами. Кто не верит в это? Я вам сейчас докажу. Очень просто. Кто из вас не верит, что вы являетесь победителями? Кто из вас не верит, что вы являетесь лидерами? Очень просто. Доказать? Однажды ваши родители повстречались и влюбились. А теперь я сейчас скажу то слово. Я понимаю, что вы можете захихикать. Но у вас было 5 миллионов соперников. Но победили вы. У вас было 5 миллионов соперников. Но победили вы. И поэтому вы сегодня здесь сидите. Вы, сестры, здесь сидите. Потому что вы стали победителями в том забеге. Хотите вы, не хотите. Вы являетесь лидерами. И в вас заложена эта победа. Вы просто должны стремиться теперь уже осуществить ее здесь, на земле. Скажите что-то против. Против этого нету аргументов. Против этого нету аргументов. Сегодня у нас в классе намного меньше людей, нежели в том забеге. И мы порой стесняемся встать и сказать, я христианин. Я не согласен с тем, что вы говорите об атеизме. Я не согласен, что мы здесь оживем уже 10 миллиардов лет. И что я появился от какой-то обезьяны. У нас был интересный случай в школе. Это было еще 90-е годы. 80-е, 85-е, 90-е годы. И коммунизм еще процветал, как бы еще не было развала Советского Союза. Учителя все были те же. И у нас был предмет, именно биология. И получилось так, у нас был преподаватель, который до этого был офицером КГБ. Он вышел на пенсию, он хорошо знал историю. Может, его знание об истории подтолкнуло меня на то, чтобы любить, полюбить историю. И многие исторические какие-то вещи. И однажды он сказал, люди, говорит, думают о том, что они здесь на земле больше, чем 10 миллиардов лет. Но я вам скажу, они врут. Он посмотрел на дверь и говорит, есть Бог. Нечто подобное происходит с христианами. Внутри церкви они такие христиане. Они так молятся. А теперь я скажу, спрошу вас, а вы не поднимаете руки, ничего не машите, я по вашему взгляду пойму. А когда вы сидите в ресторане, вы перед едой молитесь? И как обычно это происходит? Аминь. Так? Почему? Мы говорим, что мы служим такому всемогущему Богу, и в то же самое время мы боимся встать и прославить этого Господа за эту пищу, которую Бог послал. А знаете почему? Знаете, почему мы боимся? У меня есть ответ, и вы сейчас будете смеяться, потому что вы заплатили за эту пищу. и вы думаете, что это вы вытащили из кармана ваши деньги, заплатили за ваше меню, и вам принесли именно ваше, то, что вы заказали, будь то ли стейк, будь то ли курятину. Это вы оплатили это. И порою Бог, Он заходится за рестораном, за школой, за еще где-то. И единственное, что происходит, когда мы вспоминаем в субботу утром, о, мне надо же идти на собрание, да, мы достаем с полочки свой святой нимф, одеваем его на голову, и праведные, и святые входим в церковь. Но все, что происходило в течение недели, мы не хотим вспоминать. Реально мы вспоминаем. Большей частью мы каемся. Теперь я хочу спросить, как долго мы будем каяться? Да, я понимаю, что мы всю жизнь должны каяться. Мы должны каяться каждый день. Каждый раз, когда мы говорим «Отче наш, прости нам грехи наши», как и мы прощаем, мы каемся пред лицем Бога. И мы понимаем, что мы не настолько праведные и святые. Но мы все время думаем, что Бог настолько милостивый, что изо дня в день, изо дня в день Он все время нас милует, Он все время нас прощает. И единственное, что мы приходим к Богу в церковь только за милостью и за прощением. неужели Бог обильный своими благословениями суживается настолько в мелких вещах, что Его только нужно попросить о прощении и покаяться пред Ним. ни принесения даров, ни какая-то жертвенность, ни попросить Его о дарах, чтобы действительно действовать в силе Духа Святого, ни о том, чтобы Бог показал путь. Может, Господь тебя избрал для чего-то большего. И мы порою, бывает, боимся этого Бога. Боимся настолько, что вся наша жизнь сводится к посещению молитвенного дома, к слушанию проповеди в состоянии всадника без головы, к фотографиям на Инстаграме, к обновлению Фейсбука. А, еще появилось Snapchat, да? И все наше христианство находится в четырех этих углах. И единственное, для чего нам нужна церковь, пожалуйста, преподайте мне водное крещение, я хочу стать членом церкви и служить Богу. И вся церковь говорит, аминь. И потом, через несколько месяцев или через несколько лет, подойти, брат служитель, у меня тут намечается бракосочетание, вы не могли бы прийти и благословить нас? Окей, аминь. А дальше что? Я хотел бы, чтобы сегодня, после этой конференции, не только сегодня, еще и завтра, эти два дня, вы расширили ваш кругозор и посмотрели, что Бог, которому мы служим, он не заключается только вот на этой улице и вот на этих лавках. Бог предусмотрел у вас нечто лучшее. Помните, где это написано? В одном из посланий апостола Павла. Бог предусмотрел у вас нечто лучшее. Пошли другого, кого можешь послать. Можно следующий слайд? Лидерами не рождаются. Лидерами становятся. Не бывает такого, что человек от рождения думает, что если я однажды победил, то значит, теперь я всех побежду. И все должно крутиться вокруг меня. Я звезда. Смотрите на меня. Лидерами становятся. Прежде чем люди за тобой пойдут, они должны узнать, сможешь ли ты их куда-то привезти. Когда ты говоришь боулинг, они понимают, что да, там замечательное место. Но когда ты говоришь им изучение Писания или поехать куда-то на кем и провести молитву с постом, это сложно. Это сложно. В этом году мы попробовали сделать именно молитву с постом. Мы выехали. И многие братья и сестры от искреннего сердца постились. Вы не представляете, как они ждали динера. Они, наверное, никогда в жизни не ждали этого захода солнца, потому что некоторые согласились поститься именно от захода до захода. Это их трепетное состояние. Это их смирение можно было увидеть на лицах, когда они действительно в молитве преклонялись пред Богом. мы стали очень редко практиковать пост и молитву. Мы стали редко молиться на иных языках, которыми Господь благословил нас. Мы стесняемся их. Да, когда мы приходим на молитвы, мы молимся, мы громко просим «Господи, дай!» но проходит время, мы почему-то стесняемся молиться. Лидерами становятся. И мы хотели бы, чтобы эта конференция преобразила вашу жизнь, чтобы вы поняли, что лидерство, оно не заключено в четырех служителях, в пяти служителях, в шести, семи, десяти. Оно заключено во всей церкви. Настало то время, когда церковь должна подняться. И кто, как не вы, станете лидерами? Кто, как не вы? В сердце Давида было желание построить храм. Было желание? Было желание. А кто его построил? Сын. А почему? Потому что у Давида было что-то не то. И Бог сказал ему, ты пролил очень много крови, ты не построишь. Сын твой построит. Но если он будет строить, ему нужно помочь. И что начал делать Давид? Он начал собирать все то, что нужно было для стройки. И он все собрал. сегодня мы, то старшее поколение, хотим собрать для вас. Для вас это наследство. И порою старшие братья боятся передать наследство. Знаете почему? Потому что некоторые наши вещи или наши отношения к этому наследству, оно настолько пренебрежительное. Ну, дадите, дадите, не дадите, как хотите. Оно мне надо. Лидерами не рождаются, лидерами становятся. Следующий слайд можно? Тут батарейка села, наверное, да? В одной из книги одного из писателя, Леонард Рейвенхилл, в своей книге «Сообщение последних дней» он рассказывает такой случай. Группа туристов проходила через одну живописную деревушку. И получилось так, что они увидели одного дедушку, который сидел на скамейке. И они спросили, чем знаменита ваша деревня? Может, в ней родился какой-то великий человек? Нет, протянул старик. У нас рождаются только дети. А лидерами они становятся. Все эти люди, которых вы видите, будь то ли это президенты, будь то ли это духовные лидеры, они являются обыкновенными людьми. Но в один определенный момент Господь подвигнул этих людей на то, чтобы они взялись и понесли, будь то ли ответственные за свой народ, будь то ли служение в церкви. Один из людей, которых меня вдохновляет, это черный президент ЮАР, который боролся против апардеида. Нельсон Мандела, вот он с правой стороны, человек, который отсидел в тюрьме, человек, который хотел свободу для своего народа. Этот человек до последнего, до последнего хотел свободы для своего народа. это отличает лидера. Готов ли он умереть за ту идею, которую он хочет донести? Готов ли он помочь другим людям подняться? Прирожденные лидеры, это одна из категорий лидеров. Это люди, которые обладают прирожденными лидерскими способностями. Они всю жизнь наблюдают за примерами лидерства. Это люди прирожденные. Они ищут лидерство. Они смотрят на людей, которые были лидерами, будь то ли это президенты, будь то ли это духовные лидеры. Это люди, которые ищут, как стать лидером еще лучше, чем вчера. Следующие лидеры, это... Можно следующий слой? Это обученные лидеры. Большую часть своей жизни они наблюдают за примерами лидерства. Они освоили теорию и практику лидерства. Они получили это. И они обладают самодисциплиной. Они хотят быть лидерами. Следующие. Это потенциальные лидеры. Кто-то из вас сегодня является потенциальным лидером. Тот человек, который в классе их называют еще заводила. Может быть в группе какой-то. Может быть в церкви. Может быть в молодежной группе. Вы являетесь заводилой. Вам легче всего поднять людей в боулинг, чем позвать их куда-нибудь и сделать что-нибудь для церкви. Это вы являетесь теми людьми, которые потенциальные лидеры. Единственное, что вам нужно, это немного поменять ваше мышление. Следующие. Это ограниченные лидеры. Лидеры, которые видят мало примеров лидерства. Люди, которые вообще не хотят быть лидерами. Они хотят быть такими серыми кардиналами. Они кому-то сказали, кто-то что-то сделал. И они хотят, чтобы это было всегда. Главное, чтобы ответственность не коснулась именно их. Потому что за любое дело нужно нести ответственность. Правильно оно или неправильно. За любое дело нужно нести ответственность. И эти люди обычно говорят, как мышки, да? Сразу в наружку. Они сбегают с мест преступления или с того, где там что-то произошло. Как часто бывает, когда группа людей или молодых ребят решили что-то подивоширить. Или дома что-то натворить. Утюг включили, забыли. Они машину нечаянно футбольным мячиком стекло лобовое разбили. Что происходит? Сначала они были героями, а потом в рассыпную. И ты никого не находишь. Это ограниченные лидеры. Очень замечательный рисунок, который показывает о том, кто же настоящий лидер. человек, который сидит и гоняет других. Или тот человек, который впрягся и впереди всех тащит всю команду. Он является лидером. Он тот, который показывает, как нужно делать. Если он лидер, то он лидер во всем. Он должен показать, как правильно петь. Он должен показать, как правильно сказать. Он должен показать, как правильно в футбол играть. Он все должен показать, потому что он является неотъемлемым лидером. Обязанность рабочего – уметь выполнять свою работу. Вы сейчас можете на четыре группы очень быстро распределить ваше состояние. Обязанность рабочего – уметь выполнять свою работу. Обязанность доставника – показывать, как делать работу. Обязанность руководителя – обеспечивать выполнение работы теми, кому она поручена. Сказал – сделали, не сказал – не сделали. Обязанность лидера – вдохновлять людей, чтобы ту работу, которую им поручили, они сделали на отлично. Это задача лидера – поднимать других лидеров. Задача лидера – не самого себя довести до спасения, а помочь другим достигнуть того же самого уровня. Помочь им возрасти. Не стесняясь того, что он, может быть, порою окажется снизу, подталкивая этих людей к вершине. Это задача лидера. Кто из вас может сказать аминь? Давайте мы встанем на наши колени и помолимся пред лицем Бога. Субтитры сделал DimaTorzok Образв Detective Дима Торзок Серия Регулируйное Дима Дима Торзок Дима Торзок И дима Торзок Ид sums